Время получать плоды. Сложная страда позади и в селах жизнь продолжается по другому руслу, где основная тема подготовка к зиме. Главный вопрос. Корма и выдача паев. Как обстоят дела узнаем в Зернинском районе, где у жителей хозяйства Зериндоасток хорошие новости. В ауле Кошкарбай приятные хлопоты. На Такутуа Зериндоасток началась выдача паевых долей. С утра на складе появились первые получатели. Машины, мешки, чистое сухое зерно. Бүгін күнден бастап, пай тарата бастады. Фирма байылғы жылы нашар боламеде ойдабек. Оған қарағанда байыл жақсы болды. Жеке өз басым резамын. Бидай онынды. Егін біраға қиым болған мен де бидайымыз құрғақ, ешмен де құрғақ. Элематордан кеп түріп әкелген қалық. Алыбатқан қалық резам өп тұрмыз. Фирмада пайшып бұп дезілгемін. Біздің еміз пайымыз фирмада бүйл егін өте аз болды. Соған қарағанда бізге болмайтық ғазы бойдығамыз. Бұл 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 көп берді. Бұл түргідан да көп беру атыр бұл. Продолжение следует... Пайщиков хозяйства получат по 534 килограмма ячменя, 100 килограммов пшеницы или в денежном выражении по желанию владельца земельной доли. Урожай в этом году слабый, в два раза меньше прошлых лет. Но несмотря на результаты, фирма подняла количество на 400 тонн для паевых выплат. В этом году также оказали помощь рабочими пайщикам-кормами. Завозили сено по 1600 тенге при рыночной цене за тюк, который доходит до 10 тысяч тенге. В селе много изменений. Мы находимся в тракторе, в тракторе, в тракторе. Мы находимся в пенсии. В районе, в поле, в бутылке, в бутылке. Мы находимся в село Кашкарбай, Зерненецкого района. Это здание конторы, отделение Кашкарбай. Относится к зерновым консорциям Казахстана. В этом году сделали ремонт. Лет пять не делался ремонт. Как бы и отопления не было, и внутри полностью отремонтировали. Евроремонт сделали с зерновым консорциям Казахстана. Ну тогда. Вот здесь находится ФАП. ФАП безвозмездный. Сделали ремонт, удобство. Людям сейчас удобно уже. Как бы тепло и уют. Раньше такого не было. Здесь кабинет директора. Ну, мой кабинет. Тоже. Евроремонт. Здесь общежитие. Механизаторы отдыхают после обеда. И кто допоздна работает. Уборка, посевной. Приезжает командист. Отдыхает. Все удобства. Здесь кабинет бухгалтерии. Дальнейшем еда. Собирается мебель завести новую. Как бы сейчас мебель немного устаревшая. Но вообще должны завести мебель. Здесь столовая. Раньше в столовой невозможно было сидеть. Здесь раньше буржуйка стояла. Сейчас как бы все удобства. И людям приятно приходить, обедать. Обед как бы у нас здесь бесплатный. Это и раньше было, и сейчас бесплатно. Это наши повара. Сейчас все довольны. То, что ремонтом. И это тепло, и уют. Зарплаты платят ежемесячно. На карточку падает. Конторы ремонт сделали. И отдельно сделали кочегарку. Котельную. Раньше такого не было. Гулярник отдельно. Дровник отдельно. Посудное хозяйство здесь хранится. Здесь сама котельня. Котел длительного горения установили. Раньше такого не было. Было все разморожено. Арестом поставили. Вода. Безбашенку поставили. Сейчас как бы все удобства. Сюда нужен был ремонт хороший. Потому что было холодно. Не отапливалось. Мы четыре года с селой сидели, работали. И люди сюда не ходили. Потому что не разденешь. Не посмотришь. Просто за лекарствами приходили. Уколы и то холодно получали. На дому я в основном ходила. Все обслуживала. И детей не посмотришь. Потом в прошлом году сделали нам такой ремонт. Мы как будто в 18 веке жили в том медпункте. А сейчас вот такая светлая, удобная. И все удобства есть. Это все ради населения. Вот Паста к нам такое сделал. Спасибо им большое, конечно. Это все ради населения нашего. Вкусно и сытно кормит рабочих зеленасток. Столовая готовит для бригадных рабочих по заявкам несколько раз в день. Отвозит на поля супы и собственную выпечку. По меню сегодня идет на первое блюдо рассольник. На второе идет жаркое. Сегодня дали заявку на поле 5 термосов. И суда здесь на месте на ремонте в бригаде у нас люди. Условия у нас сейчас в данный момент очень хорошие. Сделан ремонт хороший. Условия созданы. Есть бытовые эти. Питание у нас бесплатное. Стараемся работать от души. Печеное делаем. Хлеб мы пекем сами. Основное рабочее время, когда посев уборка, четырехразовое питание. Четырехразовое питание. И еще раз подчеркиваю, что это у нас бесплатно. Бесплатно. Корпорация. Зеринда Остык. Изначально так было сделано. Зарплата для нас, я считаю, что хорошая. Платят вовремя. На Мехтаку селе Серафимовка тоже многолюдно. Более 500 паёв должны получить 240 жителей сел Эльгль. Козлъегас и Троицкое. Для них привезли высушенное на элеваторах и очищенное зерно. Пшеница и ячменя. Получаем паевые. Получается почти 600 копейками ячменя на пай. Пшеницы 100 килограмм. Для этого года это нормально. Урожайность в принципе в Казахстане небольшая в этом году. Многие вообще ничего не отводили. В этом году даже больше, чем в прошлом году. Намного порядка в принципе. В этом году пшеницу не давали. В этом году даже пшеницу дают. В прошлом году тоже было качество. Похуже, мне кажется, может даже. Я работаю в Макельке. Паевые мои все здесь остались. Мои, родители, ну как все получается. А работаю я там. Многие этого не дадут. Потому что урожай был слабый. Насколько я знаю здесь платят каждый месяц. Не знаю как по зарплатам, но и факт то, что каждый месяц выплачивают. А раньше не. Я вот здесь работал на комбайне, на пассивном. И в 6 месяцев и там и более могли. Паевые вообще могли. Насколько один год помню, там было 100 килограмм вроде ячменя. 50 килограмм овса. И пшеницы не помню там что-то было. Ну тоже немного. Ну и пшеница как были. Качество отходы почти. Полова почти была. А в этом году пшеница, сами посмотрите, качество хорошее. ТО в этом году сделало все для того, чтобы исключительно честно и справедливо произвести расчет со своими участниками. И по качеству, и по количеству. Ну в силу того, что год был очень сложный. Я думаю многие сельхозники меня поддержат. Тяжелейший год. По словам старожилов, последние 30 лет такой уборки не было ни у кого. Многим было тяжело и до сих пор убирают. Есть такие факты, что до сих пор уборочная идет. Мы ее завершили вот 6 дней назад. И сегодня, первый день, начинаем расчет со своими участниками. Но поскольку урожайность была невысокая, сразу скажу как пояснение, что у нас сумма выплаты по пае получалась меньше. Но наш генеральный инвестор, наш партнер, зерновой консорциум, взял в буквальном смысле почти треть расходов на себя. И мы увеличили сумму выплаты более чем на 400 тонн. Это реальная поддержка. Это реальное партнерство. То, что также по сюжету работники говорят у нас, рассказывают о том, что зарплата выплачивается регулярно. С этим проблем нет. Больше 20 лет история Тиози не даст. И столько много всяких слухов, всевозможных сюжетов о том, что здесь каким-то образом происходит несправедливый расчет с участниками ТО, бесчестное отношение с работниками. Этого нет. В любом случае, в этом году мы все вот эти минусы ликвидировали. Те сюжеты, которые сейчас наполнены вот этим негативом вокруг зеленостых, они по большей части надуманы. И я уверен, что вот эта вот группа адвокатов, юристов, мошенников, я их иначе не называю, которые, ну, я не знаю, сбивают с толку народ просто. Вы знаете, вынужден это сейчас сказать на камеру, что, может быть, кого-то это заинтересует, что именно эти юристы с каждого своего, как они их называют, клиенты, берут завышенную оплату, и сейчас эти деньги просто, они патриоты за деньги. И никто из них, наверное, даже помидорного куста в своей жизни не вырастил, а берутся судить о том, насколько сложная или легко работа сельчанина. В этом году неимоверный труд приложили наши работники, в буквальном смысле героически. В условиях влажной осени, непрекращающихся дождей, значит, потерь, которые были вынуждены. Но, тем не менее, мы справились с уборкой. Сейчас завершаем год тем, что мы вполне себе достойно рассчитываемся с нашими участниками. Планы хозяйства улучшать и дальше жизнь сельского жителя помогли с ремонтом кровли медпункта селя Козлы ЕГЭС. Занимаются ремонтом дорог. К примеру, отсыпали брошенный крейдер в отдаленном селе Эль-Глю. Начнется зима, а значит и расчистка снега. Так что работа есть круглый год и делают ее души для тех, кто верен селу и в нем живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова